Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк – известный русский прозаик, автор великолепных детских произведений. Уже при жизни Дмитрий Наркисович стал одним из самых популярных и любимых детских писателей. Библиотека номер 7 посёлка Маймаксанского лесного порта подготовила видеообзор «Волшебные сказки Мамина-Сибиряка». Дмитрий Наркисович не раз говорил, что ребёнок – самый лучший читатель. Для детей им написаны рассказы и сказки. «Емеля охотник», «Зимовья на студёной», «Серая шейка», «Алёнушкины сказки». К детской литературе Мамин-Сибиряк относился очень серьёзно. Он называл детскую книжку «живой нитью», которая выводит ребёнка из детской комнаты и соединяет с широким миром жизни. В творчестве писателя значительное место занимают детские сказки. Предлагаем познакомиться с двумя сказками «Мамина-Сибиряка». Первая из них называется «Светлячки». В этой сказке читатель словно проникает в таинственную жизнь леса его многочисленных обитателей. Маленький светлячок живёт недолго, но коротенькая жизнь его полна событий и приключений. Неопытный и наивный светлячок сначала лишь радуется всему, что видит. Ему хочется узнать про всё, что его окружает. Однако постепенно он начинает понимать, что жизнь не так уж безоблачна, как ему казалось. Она полна неожиданностей и даже опасностей. И вот вместе со светлячком читатель входит в ночной лес. Горят в темноте жёлтые глаза совы, бесшумно прорезают в воздух летучие мыши, ухают вдали филин. Следуя народным поверьям, писатель населил лес разными сказочными существами. Поднимающийся над озером туман своими очертаниями напоминает большую волосатую голову с разметавшейся боротой. Это дедушка водяной. Кабы не я, хвастается водяной, так вам бы и не жить. Захотел бы водички напиться, а её и нет. А я её тебе росинкой подношу. Я вот вечером туман с воды до сырых мест собираю, за ночь нагущу его, утром подниму, да и пущу кверху, прямо навстречу солнышку. Где он росой пойдёт, где дождичком рассыплется, и каждая травка, каждая деревца напьётся досыта. А в воде у меня сколько всякой живности водится, не пересчитаешь. Живут в озере, как и полагается в народных сказках, зеленокудрые русалочки. Лунной ночью выплывают они на бережок порезвиться, водят весёлые хороводы, украшают волосы яркими светлячками. Есть здесь ещё один непременный обитатель леса – леший. Он живёт под корякой, но совсем не страшен и похож просто на озорного человека, кривоногого и обросшего густой шерстью. Хотя леший и считает себя хозяином леса, кричит и пытается командовать, но его не слушаются и все обманывают. Звери смеются над ним, когда, например, он пытается примирить волков с оленями. Жизнь в лесу идёт своим чередом. И как же обидно, что появление неразумного человека приносит несчастье даже таким безобидным существам, как бабочки. Вот мальчик-егорушка, который ради развлечения накалывает на булавки трепещущих крылышками мотыльков. Он посадил бы на булавку и нашего светлячка, если бы не отняла его Катя, сестрёнка Егорушки, девушка добрая и отзывчивая. Она помогла светлячку вернуться в родимый лес. Много ещё всяких историй рассказывает писатель о своём герое, маленьком светлячке. О его друзьях и недругах, об опасностях, которые его подстерегали, о весёлой подружке, которого он встретил в лесу. А вот и вторая сказка «Золотой брат». Если герои светлячков – живые обитатели леса, то теперь писатель заставил ожить даже такие, казалось бы, мёртвые предметы, как металлы, железо и золото. Лежат они глубоко под землёй, пока не добудут их люди. У каждого металла оказывается свой характер. Кичлив и заносчив – золотой брат, скромен и трудолюбив – железный. Ах, как скучно золотому брату лежать в земле! Ещё бы! Здесь его никто не видит и не может его оценить. А потому и радуется он, когда весенняя вода, размыв песок, уносит золотые крупинки в светлую речку. А уж как он станет гордиться, когда мешочки с золотом повезут в столицу! Он уверен, что везде будет первым! Однако радость его омрачается, когда он вдруг узнаёт, что его повсюду опередило железо. И добыли-то его с помощью железных лопат, и повезли по железной дороге, и долго обрабатывали его самого железными машинами. В этой сказке вы узнаете, как плавят золото, как из золотых слитков раскатывают длинные листы, а из этих листов вырезают монеты или делают красивые украшения. Пуще прежнего расхвастался золотой брат, насмехаясь над братом железным. Но вот нашёлся тот, кто сумел вразумить хвостунишку. Это стальной маятник в золотых часах. Маятник объяснил, как полезно людям железо. Землю им пашут, камни обтёсывают, строят мосты и дороги. Впрочем, полезны оба металла, и незачем гордиться им друг перед другом. Ценные свойства имеет золото, не ржавеет, не окисляется, поэтому его употребляют в медицине и во многих производствах. Хотя в сказке разговаривают металлы, но в их беседах нам слышатся голоса людей с различными характерами и разным отношением к жизни. Обе сказки написаны маминым сибиряком с глубоким знанием людей и природы. Они помогают читателю больше узнать о том, что его окружает и над чем он не всегда задумывается, равнодушно проходя мимо. И ещё они будят чувство милосердия и добра, заботы и внимания ко всем, кто в этом нуждается. Чувства, без которых не должен жить ни один человек. Они словно говорят, нельзя быть эгоистом, равнодушным и чёрственным. Надо уметь дружить и заботиться о слабых, беречь свою землю, её зелёный наряд, её леса и реки.